Итак, главная политическая новость сегодня о встрече Владимира Путина с президентом Сирии. Башар Асад приехал в Москву, чтобы лично поблагодарить и передать благодарность от своего народа за поддержку, без которой сирийская армия не смогла бы сдержать натиск террористов. Помощь российской авиации изменила многое, но говорили в Кремле не только о военном сотрудничестве. Уже сейчас необходимо готовиться к мирному политическому процессу. Все подробности у Михаила Акинченко. Визит в Москву президента Сирии готовился в обстановке строжайшей секретности. Собственно, известно о нем стало лишь несколько часов спустя после завершения встречи президентов двух государств, состоявшейся накануне. Предосторожность, которая не выглядит излишней. Врагов и просто недоброжелателей у сирийского президента в мире немало. Наша же страна остается ключевым союзником Арабской республики. Приветствуя Башара Асада, Владимир Путин подчеркнул, встреча состоялась по приглашению российской стороны. Позвольте мне вас сердечно поприветствовать в Москве. Спасибо, что несмотря на травматическую ситуацию в вашей стране, вы, тем не менее, кликнулись на нашу просьбу и приехали в Россию. Мне бы хотелось выразить огромную благодарность руководству Российской Федерации и российскому народу за помощь, которую вы оказываете Сирии. Это помощь единству и независимости нашей страны. Очень важно, что все это делается в рамках международного законодательства. В соответствии с вашей просьбой мы приняли решение и оказываем эффективную помощь сирийскому народу в борьбе с международным терроризмом, который развязал против Сирии настоящую войну. Сирийский народ практически в одиночку оказывает сопротивление, борется с международным терроризмом в течение уже нескольких лет. Несет серьезные потери, но в последнее время и добивается серьезных результатов положительных в этой борьбе. Это первая поездка Асада за пределы Сирии с 2011 года. Около четырех с половиной лет продолжается военный конфликт, который уже не раз ставил республику на грань распада. Но в последние дни ситуация начала меняться. Перелом в боевых действиях стал возможен во многом благодаря поддержке российской авиации, которая за последние три недели нанесла сотни ударов с воздуха по военным объектам террористических группировок, с которыми сражается сирийская армия. Самой опасной и влиятельной среди них считается так называемое «Исламское государство», деятельность которого запрещена в нашей стране. Однако военная помощь со стороны России – это не просто поддержка законного правительства Сирии. Цель операции – остановить дальнейшее расползание террористов по странам и континентам. Попытки международного терроризма оставить под свой контроль значительные территории на Ближнем Востоке, дестабилизировать ситуацию в регионе, вызывают законные опасения во многих странах. Это беспокоит и нас, и Россию, имея в виду, что, к сожалению, на территории Сирии с оружием в руках против правительственных войск воюют и выходцы из республик бывшего Советского Союза. Это насчитывается около четырех тысяч, как минимум. И мы, разумеется, не можем допустить, чтобы они, получив боевой опыт и пройдя идеологическую обработку, появились на территории России. Политические шаги, которые предпринимает Россия с самого начала кризиса, не позволили событиям развиваться по более трагическому сценарию. Если бы не ваши действия, террористы заняли бы гораздо больше площади и распространились во множество государств. Во встрече на высшем уровне с российской стороны присутствовали также министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров. Оба ведомства сейчас непосредственно участвуют в разрешении сирийского кризиса. И если об эффективности действий наших военных можно судить по ежедневным сводкам из зоны боевых действий, то результаты дипломатических усилий, может, и не столь наглядны, но не менее впечатляющи. Именно российским дипломатам два года назад удалось предотвратить подготовку к вторжению в Сирию армий западных стран, которые использовали политические противоречия в Арабской Республике, как предлог для применения военной силы. В условиях боевых действий против террористов решение политических вопросов временно отошло на второй план. Но уже сегодня необходимо задумываться о том, а что дальше. Что касается урегулирования в самой Сирии, то мы исходим из того, что на основе позитивной динамики в ходе боевых действий в конечном итоге всё-таки долгосрочное урегулирование может быть достигнуто на основе политического процесса при участии всех политических сил, этнических и религиозных групп. И в конечном итоге решающее слово, безусловно, должно оставаться исключительно за сирийским народом. Конечно же, каждый понимает, что любое военное действие предполагает дальнейшие политические шаги. Единая цель для всех нас должна быть то, что хочет видеть сирийский народ в будущем своей страны. Сегодня терроризм является реальным препятствием на пути к политическому урегулированию. Сирия дружественная для нас страна. Мы готовы внести свой посильный вклад не только в ходе боевых действий, в борьбе с терроризмом, но и в ходе политического процесса. Разумеется, в тесном контакте с другими мировыми державами и со странами региона, которые заинтересованы в мирном разрешении проблем. Большая часть встречи проходила уже в отсутствии телекамер. Как сообщили в пресс-службе главы государства, в общей сложности президенты беседовали не менее трёх часов. По этим редким кадрам видно, что разговор не прекращался и на ходу в кремлёвских коридорах, и во время ужина, на который Башара Асада пригласил Владимир Путин. Чуть позже в посольстве Сирии рассказали, что лидер Арабской республики предпочёл всем блюдам оливье и селёдку под шубой. И сразу после завершения переговоров покинул Москву. Михаил Акинченко, Павел Рудаков, Сергей Деев, Первый канал.